Дорогие друзья и уважаемые трейдеры компании GeoChic & Co всех приветствую и снова у нас сегодня эфир по разбору инструментов рынке форекса и также фондового рынка мы будем разбирать элементы календаря и импульсы ценового движения на графиках технический обзор некоторых инструментов и в итоге конечно же возможности которые есть для торговли в течение дня мы все это тоже разберем с прошлого раза со вчера как вы помните мы рассказывали о вероятности спада фондового рынка и из-за того что релизы рынка труда получились не очень-то радостными этот спад случился и по движению доллара тоже был рост который произошел из-за корреляции из-за обратной корреляции которая у него есть с фондовым индексом S&P 500 то есть вот без даже захода в ту зону рыска о которой мы вчера говорили по факту цена сделала движение довольно быстро довольно так скажем большое чтобы сегодня на рынках тоже будем разбирать относительно новостям не забывайте у нас в инстаграме в телеграме опубликуются в историсе и вы можете эти новости там найти их изучать ими воспользоваться с целью торговли также по поводу сегодняшней возможности по торговле нужно сначала конечно же начинать с состояния фондового рынка потом по календарю мы пройдемся сегодняшнего дня и как мы видим коррекция уже началась это у нас картина S&P 500 и вот это вот такая коррекция которая вчера случилась на фоне релизов рынка труда так скажем нонфармы да которые вчера вышли сегодня тоже кстати будут релизы рынка труда по новым пособиям по безработице то есть обращение безработных в так скажем государство базу данных и эти релизы тоже сегодня будут сегодня в течение дня мы ожидаем довольно немало релизов из Великобритании кстати по поводу Великобритании как оказывается и как обычно так и получается нисходящее движение которое случился у евро на почве роста доллара о котором мы вчера говорили фонд как бы тоже реагирует но он достаточно сильнее себя выражает последнее время это скорее всего связано с политикой монетарной политики банка и также с тем что Британия как мы заранее еще говорили она по факту и менее консервативно относится к треть к данной волны дельта дельта вируса то есть варианта дельта ковида и они по факту не закрылись и просто открылись и как бы карантина пока еще не видели несмотря на то что по факту сама Европа к этому относится довольно так скажем консервативней в данный момент релизы которые сегодня будут они в основном связаны с отчетностью банка Англии и поскольку вы знаете политика монетарная там также как и в еврозоне пока еще не меняется они не собираются сокращать поддержку государственную то есть печатание деньги и так далее или же как по-другому называется покупка гособлигации и запуск новых денег эти релизы будут в два часа по МСК по банку Англии и конечно число первичных заявок на получение пособий по безработице США который идет на снижение то есть опять же вчера тоже вроде прогноза по монфармам были вроде бы положительные относительно но получилось очень-очень негативным об этом кстати в долгосрочных средосрочных обзорах наших на речи конко и в картеле говорили о том что по факту вот после этого квартала по факту скорее всего данные начинают начнут ухудшаться то есть вот об этой вероятности тоже если помните рассказывали есть и конечно смотрели наши предыдущие обзоры и конечно же начинаем с графика S&P 500 посмотрим какие тут есть намеки немножко пройдемся по индексу доллара облигации снова падает индекс доллара кстати после вот резкого роста и вот отбоя от данной поддержки которую мы говорили вчера если помните о по факту он вошел в зону рыска но он его не пробил то есть мы назначили вчера такого зона рыска в районе вот этого минимума чуть ниже этого минимума то есть и чуть выше него такой зоны рыска о которой мы говорили что по факту есть возможность что импульсивно доллар может его ретестнуть и доллар его импульсивно ретестнул и конечно же вернулся вверх то есть по факту прогнозы вчерашние оказались правдивыми сейчас что происходит с ценой если обращать внимание на график доллара то есть тут относительно зеркальная такая отметка который сейчас обратно вниз тестируется случае если тут импульсивность упадет котировки не сильно будут снижаться или создавать новый нисходящий тренд здесь по индексу доллара то скорее всего позитив по доллару может еще продолжаться и этот позитив имеется в виду как бы ухудшение ситуации на фондовом рынке причем потому что именно из-за него и доллар начинает расти если здесь у нас шансы технически по дальнейшему продолжению вот этой нисходящей тенденции тут нужно отталкиваться от прорыва тоже относительно такого середины диапазона который сейчас тестируется 44400 ну это как бы уже отметка как минимум целевая если не психологическая но как бы психологическая 4400 нужно смотреть к чему придет его ретест сильный его прорыв одной большой свечой это может быть и знаком того что цена потом может развернуться точно такая же ситуация о которой мы говорили по поводу на долларе то есть мы говорим о том что когда импульсивно тестируется минимум или максимум то цена разворачивается обратно и начинает развернуться в другую сторону и как мы видим здесь тоже в случае если этот минимум если то есть не будет поджатие к нему если будет просто такой резкий его ретест то вероятность того что цена индекса снова начнет ползти вверх вероятность его существует средние сроки не забывайте еще раз повторяю вероятность роста дальнейшего роста фондового рынка присутствует поэтому мы не ставим на прям такие большие ланги по доллару это факт но краткосройки по поводу снижения к сожалению да мы сейчас уже находимся в этом так скажем короткосрочном нисходящем коррекции пока еще в нем мы находимся в этой коррекции и 4400 посмотрим как цена будет его прорывать если будет такая ситуация как здесь то есть большие тени создавание больших теней но это признак того что цена еще будет как минимум колебаться по боковике то есть возможно и не подниматься сильно и не снижаться исходя из этого исходя из индекса доллара который тоже тестирует по факту зеркальную отметку относительно нужно сделать вывод что мы пока еще скорее всего ждем и в случае если даже что-то открываем то по лимитным ордерам лучше всего это делать причем потому что лимитный ордер сделать вам возможность того чтобы вы снизили вот диапазон риска диапазон стоп-клосса и взяли побольше то есть от соотношение профита увеличите в соотношении к стоп-клоссу и особенно сейчас на рынках из-за того что такая консолидация везде продолжается по факту такая политика она очень хороша потому что если помните позавчера мы по поводу нефти тоже показывали рынок нефти по график нефти показывали что его рост по факту был оказался то есть выше психологическое выше целевая отметка который мы брали и но при этом соотношение к тейк профиту к стоп-клоссу было по один к один один к одному то есть в таких консолидациях сожалению по пробоям очень трудно торговать то есть лучше все таки лимитные ордеры открывать во время консолидации на рынках евро как мы видим тоже относительно консолидируется тут возможная энергия накапливается и приведет тому что цена еще чуть-чуть поднимется возможно тестирует восходя вот вершину относительную локальную 1 1860 и после его ретеста нужно смотреть что будет с ценой из 1 16 1 до 1760 является ли это отметка более или менее хотя бы зеркально или истрически ну относительно да то есть там диапазон больше всего есть который может тестироваться в ближайшем будущем то есть ставка на такую вот короткосрочный на такой короткосрочный с поддолларом в ближайшее время если она будет сугубляться если она будет сильно снижаться то есть у нас есть тут рамки 91 80 91 60 по доллару сша если цена будет к этому отметкам прижиматься то она то по факту мы можем сказать что евро фунт австралии новозеландец и не кто же и золото тоже возвращаются восходящее движение и восходящий тренд иначе ну об этом говорит очень трудно по gbp ситуация должно быть относительно тоже похоже но конечно смотрится сильнее всегда gbp поэтому скорее всего тут нужно тоже относительно возможно если мы ориентируемся на ближайший сел то здесь в районе 139 40 ориентироваться на открытие лимитных ордеров по продажам опять же это не является как говорится сигналом или же рекомендации за просто мнение о дальнейшее ценовое движение на рынках австралии и новозеландец точно также по факту должны протестировать ближайшие максимумы или же сопротивление 070 80 для австралии новозеландца приблизительно 070 60 если эти отметки эти сопротивления которого австралии новозеландцы в евро и в фунте они будут импульсивно протестироваться одной большой сече очень хороший признак того что цена снова развернется вниз но в целом находится в восходящем и восходящем канале то есть если и даже мы вчера выиграли за счет того что угадали что будет такая коррекция по доллару то нужно обращать внимание что в итоге сама тенденция здесь восходящая и по доллару она нисходящая то есть если и мы даже торгуем внутри дня то нужно очень осторожно это делать причем потому что мы сейчас ориентируемся на контр тренд по доллару и по фондовому индексу который может не так уже долго продолжаться и может просто а очень такими резкими импульсами спекулятивными вас донести просто по снп до локальных минимумов вы там подумайте о боже еще дальше наверно пойду и там он развернется вверх то есть тут есть канал от которого нужно отталкиваться и внутри его работать они за рамками его то есть особенно если она еще тестируются она еще то есть свечи не с вами и не укрепились над вершиной или под не закрепились под дном этого канала то или же хотя бы не случился импульсивный ртс то есть ложный пробой на или вершины чтобы вы понимали что да все таки разворот пойдет и цена внутри канала продолжит движение поэтому эти моменты обязательно имейте ввиду золота и его резкий спад на почве роста доллара тоже довел цену очень близко к нашей очень важной отметке 1800 но цена снова укрепляется а диапазон 1800-1820 в целом присутствует для того чтобы мы ориентироваться с целью внутридневной торговли но импульс должен заканчиваться то есть вот этот импульс который в этом боковике он вам скорее всего даст прорыв вверх до локальных максимумов прорыв вниз до локальных минимумов которые действуют такой относительно такой скальпинг без правильного соотношения стоп-лосса к тейк-профиту возможно по сейчев и по доллар и иена тоже ситуация такая же то есть неопределенность присутствует просто потому что цены уже вышли из нисходящего тренда и они возвращаются в восходящий тренд поэтому нужно тут смотреть чтобы цены не пошли ниже локальных поддержек вот этот диапазон для иена а вы имейте ввиду 109 60 109 40 для иена чтобы цена не пошла ниже него если пойдет ниже него умеренно а не импульсом то это может быть признак того что доллар снова возвращается в нисходящую фазу а если импульсивно ретестнется этот диапазон а для швейцарца этот диапазон точно приблизительно также то есть 0 90 40 0 90 90 20 пустаки будет да и вот этот диапазон пустом протестница хотя бы импульсивно потом уже возвращаемся к боям по покупкам если умеренно начнется движение вниз то тоже нужно смотреть есть возможность забрать профит только вблизи локальных минимум вот этих если начнется даже умеренный спад потому что ну дальше что цена пойдет или нет вопрос технически нефть до добрался до линии восходящей тренда или же нижней границы канала и возможно что может развернуться в ближайшее время если здесь у нас уровне есть относительно зеркальная отметка 65 или 66 если я не ошибаюсь данная отметка этого на 65 и 66 66 давайте 66 и 6 следов она хорошая отметка по нефти она работала свое время я помню когда работал приблизительно с ним неделями назад и вот эта отметка недели назад и месяца эта отметка срабатывала очень хорошо 66 и 6 юсдк от вышла с канала соответственно не впадает там что же вышла с канала и ситуация дальнейшем может случае если доллар развернется снова вниз и будет просто амплитуду свою потерять сам доллар то есть если фондовый рынок не продолжит спал то здесь возможно пройдет разборок имейте уже спасибо что посмотрели этот эфир и не забудьте наших ресурсов подписывайтесь ютюбе лайкайте видео если вам понравился оставьте комментарий на эти комментарии поправку попробую отвечать уже завтра или на следующем эфире завтра тоже в такое же время будет такой же видоролик спасибо еще раз и до завтрашнего дня всем хорошей дороги пока пока